МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Северные люди". Журналист побывал в гостях у Ивенков в Каларском районе. Об этом расскажем в программе середины земли. Холода ударили, а тепла еще нет. В Улан-Удэ пожилая пара вынуждена жить в холодных стенах. Для защития прав потребителей в столице была придумана оценочная система. Подробно о ней расскажем в этом выпуске. Эфир телеканала АЭС продолжает выпуск информационной международной программы середины земли. В этом выпуске мы познакомим вас с яркими событиями Забайкалья, Бурятии, Монголии и Китая. Для вас работают корреспонденты Забайкальского края и я, Юлия Тимошенко. Здравствуйте. Каларский район – особое место на карте Забайкальского края. Горные вершины, удивительная пустыня, богатые недра. Но есть здесь еще одно богатство – уникальная культура венков, коренных жителей этих мест. Как живут современные северяне и о чем мечтают, расскажет моя коллега Анна Хвостова. Чапа Олога – поселок исконно-евенкийский. По легенде, его основал один из старейших оленеводов этих земель в начале 20 века. С этого момента ивенки, которые традиционно кочевали со своими стадами по предгорьям Кадара и Удакана, стали переходить на оседлый образ жизни. Здесь, в Чапа Олога, начал работу и первый оленеводческий совхоз. В прошлом традиционные промыслы ивенков были востребованы государством. Создавались целые артели рукодельниц, которые выделывали оленьи шкуры, шили традиционную обувь и вышивали бисером. Сегодня таких мастериц осталось совсем немного. Галина Куприянова ивенкика по национальности шитью теплой обуви из оленьих шкур училась у своих старших наставниц. Говорит, наука эта давалась ей с трудом. Но сегодня она одна из лучших в Чапа Олога. «Сохоз закрыли, перестройка же, кого, господи, жили плохо. И старухи наши, вот ей благодарны. Она хоть меня и материла, ругала всякой разной. Не знала, как подступиться вот этой шкуре. Прям брезгала даже. Вот я не русская, брезгала подходить к шкуре. Они водя из-за доделать. Пахнут. Ой-ой-ой, сколько прямо слез и нервов прошли. Она меня и материла. Вот я сейчас ей благодарна, хоть на хлеб с маслом мне хватает. Пантелеева Мария Александровна, Ивенкийка. Там у нас было пухтых по переработке оленево селья. Оленей было у нас очень много. Вот они сюда прям все привозили. Начиная с копыт, с копыт. Клей даже варили. Раньше клея не было. Вот все варили. Начиная с копыт, кончая рогами». Оленеводство в Забайкалье имеет тяжелую историю. После закрытия БАМа и перестройки поголовье стало резко сокращаться. В какой-то момент на территории Каларского района стад практически не осталось. С 2014 года этот вид животноводства стал возрождаться. Правда, и здесь не обходится без проблем. «Таких люгот, как были раньше, можно сказать, в Советском Союзе, сейчас их, конечно, нет, как раньше было. Но те общины, которые занимаются традиционными промыслами, там, конечно, у нас есть такие законы, есть программы, где можно и гранты получить, и войти в какую-то программу для развития. И получается, через Министерство сельского хозяйства у нас ежегодно после пересчета поголовья поделяется субсидия на наращивание поголовья оленей на телят. Ну, как говорится, кто занимается конкретно таким видом деятельности, те у нас стараются, чтобы тогда оленей росли. Ну, хотя я считаю, что оленеводство – это очень-очень кропотливый, тяжелый труд. Для того, чтобы взрослый олень вырос, это надо минимум, наверное, лет 7-8. Процесс восстановления поголовья на Забайкальском Севере, по мнению каларских оленеводов, пошел бы быстрее, если бы во властных кругах уделяли больше внимания этому промыслу. Олень – животное кочевое, и за сезон в поисках корма может проходить сотни километров. Причем предпочитает он нетронутые и чистое пастбище. Несмотря на возникающее недопонимание, северяне отмечают, что к традиционным промыслам в регионе вновь появился интерес. А это значит, есть надежда на то, что Забайкальский Север будет славен не только недрами, но и вернет себе главное богатство – свой неповторимый национальный колорит. Анна Хвостова, середина земли, Забайкальский край. Застраховать жизнь и здоровье в нагрузку к полюсу ОСАГО – это предложение для забайкальцев уже не в новинку. Но если и раньше дополнительные услуги считались делом добровольным, то сейчас обязательным. Как вести себя со страховщиками, что делать в подобных ситуациях, разбиралась Яна Иршова. Наталья, как и любой водитель, собралась оформить ОСАГО в одном из офисов Росгостраха. Когда озвучили сумму 8 тысяч и сообщили, что без страховки за травматизм это сделать будет невозможно, Наталья отказалась, решив, что оформит документы в другой компании. Но и там история повторилась. Когда кто-то из посетителей заявил, что навязывание доп. услуг незаконно, чудесным образом в офисе зависли все компьютеры. Процедура страхования на время остановилась. Решив испытать удачу снова Наталья обратилась в третью по счету компанию. Когда я пришла застраховать все-таки свою машину, мне сообщили о том, что действительно страхование жизни входит в этот пакет. На сегодняшний день их разделить совершенно невозможно. Но при этом мне четко порекомендовали в течение пяти дней прийти в офис Амурская 2, вернуть эту страховку и расторгнуть ее именно в части страхования жизни. Страхование жизни стоило на тот момент две тысячи. Уроженка Забайкалья сегодня Наталья живет в Санкт-Петербурге и отмечает, что там таких ситуаций даже не возникает. Незаконные действия пресекаются сразу. В отделение же Роспотребнадзора по Забайкальскому краю за последнее время поступило 15 жалоб. Люди предпочитали идти в фирму со сложившимся именем на рынке услуг. Но, как оказалось, репутация не так уж важна. Все дополнительные услуги оказываются только в согласии потребителя. Чтобы доказать, что эта услуга навязана, нужны, ну, как минимум свидетели, может быть, видеозаписи, может быть, вообще порекомендовать в крайнем случае не одному ходить с другом, с родственниками. Пока же Роспотребнадзор советует либо обращаться к ним с заявлением на незаконные действия страховщиков, либо выбрать для получения полиса другие компании с подходящими условиями страхования. Яна Ершова, Владимир Дементьев, Середина Земли, Забайкальский край. В сегодняшнем выпуске мы познакомили вас с фактами, которые невозможно оставить незамеченными. На этом блог с участием Забайкалья завершается. И к нам присоединяются коллеги из Республики Бурятия. Сайнбайна, чем запомнились эти дни вашим жителям? Амарсенг Увурбегал. Эфир международной программы «Середина Земли» продолжает новости Бурятии. Для вас работает Батар Ламбаев. От летописи хроник на старомонгольской письменности до первых бурятских журналов на латинице. В рамках недели бурятского языка в Улан-Удэ открылась выставка с уникальными изданиями, которые сотни лет назад пользовались огромной популярностью в народных массах, читались улусными грамотеями и бытовали в устной форме. И другим событием. На грани срыва в нашу редакцию обратилась пенсионерка. Женщина жалуется на холодные батареи в период заморозков и бездействия ответственных лиц. Наталья Домбаева выехала на место и выяснила, в каких условиях приходится жить пожилой паре. Девушка миленькая, я уже звоню несколько раз по поводу Путейской, 16, квартира 11. Какие-нибудь результаты будут или нет? Вот уже почти две недели семья Савиных мерзнет в собственной квартире. Сейчас 78-летний Виктор Александрович прикован к кровати. В сентябре пенсионер перенес инсульт. Он не ходит и не может говорить. В начале октября бабушка и дедушка выписались из больницы. Однако вместо теплых родных стен супругов ждали лишь холод и отчаяние. Дед лежит. Даже не могу его не подмыть ничего, потому что холод. Вот вы чувствуете сейчас сидите раздетая. Какой холод в квартире. Батареи совершенно холодные. И никто не хочет помочь. Неужели жизнь человека остается настолько неценной, что... Несмотря на то, что Елена Григорьевна исправно платит за теплоэнергию, а это 3 300 ежемесячно, назвать батареи теплыми просто не поворачивается язык. Мало того, в квартиру приходили работники ТГК и управляющие компании, чтобы замерить температуру в помещении. Оказалось, что семья Савиных живет сейчас при 17 градусах Цельсия. Прошло полмесяца, однако ситуация не изменилась вовсе. Ну, они увеличили сопло. Соседи открывают эти, говорят, какая-то пробка. Ну, я же не могу устранить эту пробку. Это же должна управляющая компания что-то делать. Почему они бездействуют? Я ничего не могу понять. И к кому мне обращаться, я больше не знаю. Мы обратились в управляющую компанию Содружества, обслуживающую дом по улице Путейской, 16. Там нас заверили, что все замеры сделаны, акты составлены. Сейчас они находятся в ТГК. Действительно, температура там низкая. Но это у нас жалобы не только по Путейской, 16. У нас на Клыпино. Клыпино тоже все жалуются, что сейчас вот мы в последний раз замеряли параметры. Температура подачи идет 58-59 градусов, обратка идет 39. Это очень низкие параметры. По словам директора управляющей компании, на ТГК сейчас новый гидравлический режим по сравнению с прошлым годом. Поэтому в ближайшие дни тепловики пообещали повысить параметры на трассе. Тогда тепло придет в дома. Умоляю вас, просто умоляю, помогите мне, чтобы хотя бы 20 градусов тепла. Не прошу высокой температуры, но хотя бы 20 градусов. Наталья Домбаева, Сергей Костенко, середина земли, Бурятия. Оставить память своим потомкам и одновременно сделать родной город Краши. В честь 350-летия Улан-Удэ горожане целыми семьями вышли в самый центр столицы, чтобы посадить десятки деревьев. О том, как прошел субботник, смотрите в материале нашего корреспондента. Александровскому саду можно смело дать и второе название – семейный. Несмотря на погоду, в гостиных рядах собрались десятки родителей, на посадку деревьев взяли с собой маленьких помощников. Теперь у каждого саженца есть свой так называемый куратор. Замечательно, куда дети могут прийти, мамы могут прийти вместе с детьми, отдохнуть и посидеть, потому что сейчас у нас в центре города достаточно мало деревьев. У вас какое теперь дерево есть? Какая табличка и какое дерево вы посадили? Мы посадили, скорее всего, не знаю. Маму я воню. Будете приезжать за ним в Каши? Конечно. Мы будем теперь приходить с детьми и проверять, как растет наша яблая. Причем отличить свое деревце можно будет сразу. Каждая семья теперь является полноправным владельцем. Об этом говорят специальные таблички с фамилиями. Поэтому даже спустя десятки лет, когда из хрупких саженцев вырастет настоящий сад, можно будет прийти и узнать свое дерево. Мы хотим, чтобы поддержать историю. По истории говорят, да, когда-то это было. Мы высаживали еще и та Дума Верхнеудинская, пыталась здесь делать всегда. Но я думаю, возрождать историю надо, чтобы здесь всегда было хорошо и красиво для гаража. Везде протянут водоводы. То есть, если будет вода, значит, будут саженцы. Потому что вручную это очень тяжело. А вот везде, на Барсуевской гряде, в центре города, везде сделаны водоводы. Я думаю, на будущий год озеленение будет на порядок выше. В общей сложности удалось высадить около 20 деревьев. Но на этом озеленение столицы не закончится. Помимо Александровского сада, планируется также расширить сквер на улице Ранжурова и провести реконструкцию шахматного сквера. Это были одни из самых заметных событий нашего региона. Программа «Середина земли» продолжается. На связь с нами выходят коллеги из Монголии. Сэмбэцхану. Чем сегодня готовы поделиться? Сэмбэцхану берет. В эти минуты расскажем о событиях Монголии в студии Преподаватель Монголского государственного университета науки и технологий Саньяз Манас со своей командой сконструировал небольшое беспилотное судно. Как отметит конструктор, такой аппарат длинною в 5 метров способен перевозить груз весом до 70 кг на расстоянии до 100 км. А теперь переходим к другим новостям. Купил испорченный товар или получил некачественную услугу? Решить эти вопросы теперь можно легко и быстро. Надо всего-то поставить оценку. Подробно о нововведениях по защите прав потребителей в Монголии расскажут мои коллеги. Если раньше за некачественный товар или плохо оказанную услугу потребителям приходилось обращаться в специальные организации, проставить бесконечные очереди и уходить, так и не дождавшись какого-либо решения по их вопросу, то сейчас процесс займет всего несколько минут. Надо всего лишь скачать оценочный лист на сайте столичной инспекции и заполнить его. Помимо сайта жители смогут получить такой бланк в любом торговом центре, заполнить его и отправить нам. Получив отрицательный отзыв, мы проведем необходимые проверки. Мы считаем, что так специалистам столичной инспекции будет значительно проще решать недопонимание между потребителем и человеком. Потребители по 14 направлениям могут оценить качество товаров и продуктов, а также услуги, оказанные в поликлиниках, аптеках, салонах красоты, покупке дома или квартиры, при строительстве и другие. Цок Цайхан, Алтан Сух, Середина земли, Монголия. В частности, будет сформирована благоприятная среда по ознакомлению особенностей быта, культуры и традиций многих народностей монгольской национальности, проживающих в западном регионе Монголии. Ваймака Хуфску – Особенности жизни цатан оленеводов. Ваймака Умунго – Построение Палентологический музей динозавров. Ваймака Урханга Туркомплекс 13 век на востоке страны организуют путешествия по историческим местам, связанных с жизнью Чингисхана. К настоящему моменту Монголия принимает около 400 тысяч иностранных туристов в год, а получение от туризма доход составляет 263 миллиона долларов, что занимает 3,2% ВВП и 3,6% от общего экспорта. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня, далее к международному выпуску программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Да-да-хао, о каких событиях вы расскажете? Да-да-хао! Здравствуйте! Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Руслана Гасанова. Долгое время китайские родители воспринимали компьютерные игры как угрозу для своих детей. Однако в последние годы отношение общества к киберспорту становится более лояльным. Наши корреспонденты побывали на фестивале компьютерных игр «Золотой орел» в главной площадке геймеров в Китае и узнали, чем игры покоряют молодежь. Киберспорт – новый тренд в Китае. В последнее время он привлекает к себе больше внимания, чем телевидение. Об этом говорит растущее число участников фестиваля компьютерных игр «Голден Игл». Вен Диле – лидер команды чемпиона на нынешнем фестивале. Молодой человек всерьез занимается киберспортом уже два года, и у него амбициозные планы глобального уровня. Мне 18, я профессионально занимаюсь киберспортом более двух лет. Я выбрал это направление, потому что я всегда любил играть в компьютерные игры и хочу быть чемпионом мира. МИО – еще один поклонник геймерских состязаний. Сейчас он работает профессиональным комментатором во время соревнований по компьютерным играм. Три года назад он приехал в Китай на учебу, получив образование. Молодой человек остался в стране и полностью посвятил себя киберспорту. В Китае игроки более профессиональные, они относятся к своему делу намного серьезнее. На Западе уровень киберспортсменов гораздо ниже, отношение более небрежное. Ли Сяо Фэн, известный в геймерских кругах как Скай – легендарный киберспортсмен в Китае. Он говорит, что такие парни, как Вэн и МИО, находятся в нужном месте, в нужное время. Начиная с 2011 года киберспорт в Китае набирает обороты. Общественная среда, заработки геймеров – все в этой сфере сейчас намного лучше, чем раньше. После победы в нескольких чемпионатах мира Скай оставил киберспорт и в 2015 году основал компанию по продаже игровых устройств. Раньше я посоветовал бы им не становиться профессиональными киберспортсменами. Я всегда говорил, нужно иметь резервный вариант. Но теперь, учитывая бурное развитие компьютерных игр, я лично призываю парней заниматься именно этим. На протяжении многих лет китайские родители воспринимали увлечение своих детей компьютерными играми как крайне вредную привычку. Общественное мнение тормозило развитие индустрии. Сегодня объем китайского рынка видеоигр составляет 4 миллиарда долларов и ежегодно увеличивается вдвое. Ван Си Цун, сын самого богатого человека в стране, был одним из первых, кто разглядел потенциал электронной спортиндустрии в Китае. Сейчас его цель – сделать киберспорт мейнстримом, хотя на это уйдут годы. Хотя дела идут хорошо, цель не может быть достигнута в ближайшее время. Все, в том числе электронная спортиндустрия, находится под контролем правительства. Любое изменение в законодательстве может повлиять на бизнес. Все, что мы можем сделать – это молиться, чтобы регулирование менялось, Боже, не слишком интенсивно. Ван Си Цун не согласен с тем, что индустрия компьютерных игр перегрета. Он уверен в том, что киберспорт будет стремительно развиваться в течение длительного времени. У меня на этом все. Других событий мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин